Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня обсуждаем Фрости. Почему именно так? Да, потому что если всё будет хорошо, то буквально завтра каждый из нас сможет данную машину забрать себе абсолютно бесплатно. Поживём-увидим, я лично верю в то, что так оно и будет и, честно говоря, не отказался бы от очередной коллекционочки у себя в ангаре. Но многих в первую очередь интересует вопрос, а за сколько можно будет его продать, допустим. Продать его можно будет за 500 голды. Для кого-то не сумма, ну а для кого-то это довольно-таки существенный вклад в золотую копилку, с учётом того, что это 10 дней просмотра рекламных роликов без каких-либо перерывов и пропусков. Что касается технических характеристик по танчику, танчик вообще никак не забронированный, в целом это неудивительно, потому что это лёгкий танк 6 уровня. И я бы сказал, что это такая себе рестайлинговая версия проходного Чаффи. Как вы видите, машины очень, ну прям в край похожи. Да, есть какой-то ряд отличий, но по большому счёту в целом одно и то же. Но стоит отметить, что Фрости, в отличие от Чаффи, имеет чуть-чуть выше ДПМ. Это связано с тем, что у него КД на какую-то там долю секунды быстрее. И, честно говоря, в этом, в принципе, основное отличие. Во всём остальном машины очень похожи. Да, плюс к тому, у нашего героя на 4 км вперёд скорость быстрее, нежели у проходной версии. Но, в целом, это не настолько сильно ощутимо в бою, как кажется на первый взгляд. Чуть-чуть больше мощности двигателя, короче говоря, вроде бы немножечко попроворней. Если, безусловно, поиграть на Чаффи, ну а потом пересесть на Фрости, то, возможно, какую-то разницу вы прочувствуете. Ну а если будете их чередовать, то, я думаю, что разницы-то и не заметите совсем. Стоит также отметить, что Фрости является самым ДПМным лёгким танком на 6 уровне. Это факт. И причём, что самое интересное, что многие другие танчики курят нервно в стороне, глядя на его цифры в отношении урона, который он может за минуту боя нанести. Короче говоря, для любителей лёгких танков, и кто не считает зазорным играть на 6 левелах, и не считает, что игра существует только на 8 или на 10 уровне, Фрости очень даже-таки зайдёт. Ну а кому не зайдёт и будет неинтересен, то будет, понятное дело, продан. И накануне новогоднего аукциона, таким образом, золотую копилку игрок себе пополнит, как я уже сказал, на 500 голды. Что касается технических характеристик, которые можно посмотреть стоя в ангаре по орудию с учётом установленного оборудования. Здесь, ребят, неполные 5 секунд времени перезарядки, 160 единиц урона. И это довольно-таки неплохо, потому что, как правило, таким уроном могут похвастать средние танки, а порой даже тяжёлые. Что касается угла склонения орудия вниз, то целых минус 10, что действительно крайне комфортно и приятно, когда вы со своей скоростью в 60 километров рысачите где-нибудь по каким-то барханам, горам, неровностям. Ну, короче говоря, прицелиться на ходу не составляет практически никаких сложностей. Время сведения при этом меньше 3 секунд и довольно-таки неплохой разброс. Короче говоря, в целом всё довольно-таки неплохо и интересно. Если вдруг на своём шестом уровне, хотя я в этом сомневаюсь, вам будет недостаточно 135 миллиметров пробития, вы всегда можете поставить себе калиброванные снаряды, но помните, ребят, что при этом ваш ДПМ падает, ну и, соответственно, связано это будет с тем, что у вас увеличится время перезарядки орудия. Ну что, давайте возьмём эту потенциальную халяву и попытаемся заценить её в реальном бою. Ну что, ребят, поехали. С места машина не срывается, на удивление. Вроде бы и мощность двигателя нормальная, вроде бы и максимальная скорость неплохая, но в то же время сказать, что прям с места и с корабля на балл, нет, так не получается. Немножко надо раскочегаривать, ну а потом уже можно нестись на всех парах. Стоит отметить, что именно вот этот маленький нюанс, он очень часто с Фродсти играет не очень хорошую, я бы даже сказал, злую шутку. Связано это с тем, что как только тебе необходимо куда-нибудь свалить, ты вроде бы и жмёшь на педаль газа, но при этом ты никуда не уносишься в закат. Тебе необходимо подождать, пока он начнёт набирать свою великолепную крейсерскую скорость. Так, заходят к нам параллельно с кормы, попытаемся с нашим Сентинелом справиться с этим товарищем. Благо хотя бы скорострельность неплохая и действительно очень радует урон. 160 единиц, ну прям в край приятно. Вроде бы и малыш такой себе несерьёзный по внешнему виду и такой весь маленький, щупленький, и вроде бы все его должны обижать, но в то же время тычку за тычкой он закидывает абсолютно спокойно и с таким уроном ты просто получаешь удовольствие от этой стрельбы. Ну не то, что ты играешь на какой-нибудь машинке, которая наносит совсем голему какую-то и каждый выстрел это так, чисто краску поцарапать. Здесь нет, здесь ты краску не царапаешь, здесь ты делаешь упрямое отверстие, которое по себе оставляет несгладимое впечатление у твоего соперника, причём делаешь ты это с завидной, с завидной скоростью. Короче говоря, в этом отношении танчик ну прям совсем приятный. Также радует то, что у танчика крайне прикольная точность. Вроде бы, вроде бы, казалось бы, не совсем крутая цифра по разбросу, но в игре, во время реального боя ощущается вполне себе нормально. Именно поэтому я всегда говорю, не смотрите изначально лишь на цифры в какой-нибудь таблице или в ТТХ по орудию, стоя в ангаре. Заценивать это всё необходимо в реальном бою, потому что сама цифра может вводить в заблуждение. Итак, ребят, крайне быстро, крайне быстро пролетел этот бой. Он закончил для нас победой. Я считаю, что так или иначе мы свой вклад в эту победу сделали. Определённого рода удовлетворение от этого боя я получил. А значит, для меня, по моей, скажем так, системе координат выявления хороших или плохих танков, я считаю, что Фрости это довольно-таки неплохой вариант, как для халявы. Понятное дело, что, может быть, покупать я бы его и не стал, допустим, там дороже тысячи голды чисто в коллекцию, но как для халявы, ну, прям просто супер. Что касается фарма, нет, фармить вы на нём не будете, он на это, в принципе, не способен. Хотя, если у вас прям совсем пустой ангар, то лучше, чем вообще ничего. Что касается нашей результативности, я реально даже не ожидал, что займу второе место. Понятное дело, что я не претендовал на первое, ну, просто потому что я понимал, что я не такое количество выстрелов сделал, что прям действительно возглавить, скажем так, нашу команду по количеству нанесённого урона. А вот факту того, что я нахожусь на втором месте, я действительно удивлён. Я думал, что я где-то средняком сыграл, потому что бой пролетел очень быстро, потому что, в принципе, я практически ничего не сделал. Да, я отстреливал практически каждый раз, когда была на это возможность, но всё равно, ребят, согласитесь, ну, не настолько прям круто всё казалось в самом бою. Хотя, оказалось, что получилось довольно-таки неплохо. Повторюсь ещё раз, может быть, для покупки данной танки не самый лучший вариант, но, как для халявы, уж однозначно стоит зайти и забрать тогда, когда он появится. Ну, а когда он появится, я об этом выложу отдельное видео, чтобы вы ничего не пропустили. Если вы за свои временности, за честность, то прямо сейчас подписывайтесь на канал, стараюсь специально для вас. Побежал снимать дальше, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.